Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии во вторник, 12 ноября. Меня зовут Александр Наконичный. Сейчас мы с вами разберем ключевые события сегодняшнего дня и поговорим о на зеландском долларе. В первую очередь хочется отметить, что сегодня в 20.00 по московскому времени будет выступление Дональда Трампа. Дональд Трамп расскажет о своем видении экономической ситуации и обязательно затронет тему с Китаем. Как известно, сейчас самые ключевые финансовые активы зависят именно от торговых переговоров между США и Китаем. Сейчас уже такое настроение, что может начаться действительно финансовая война между США и Китаем, поскольку достаточно очень высокая конкуренция. США блокируют крупные американские компании, такие как Huawei. Ну а Китай, в свою очередь, требует своего признания. Посмотрим, чем это всем закончится. Вчера мы видели корректировку индекса S&B500, достаточно незначительную. На сегодняшний день мы видели опять тест максимума 3090 долларов. Сейчас цена находится возле как раз таки уровня максимального значения. Мой прогноз остается тот же самый. Я жду уровня 3180-3190, но в перспективе среднесрочной, до конца текущего года. Из других ключевых событий можно отметить, что по новозеландскому доллару в ночь со вторника на среду в 4 часа по московскому времени выйдет достаточно сильная экономическая новость. Решение по процентной ставке Резервного банка Австралии. Текущая ставка находится на уровне 1%, по прогнозам, с высокой вероятностью, что ставка будет снижена до уровня 0,75%. Любое снижение процентной ставки – это негативная новость для национальной валюты. Поэтому сейчас новозеландский доллар к американскому доллару торгуется на уровне 0,63%, но ждем снижения до уровня 0,62%. Техническая картина этому способствует. Цена находится в нисходящем тренде и данная новость может придать дополнительный импульс. Ключевые события также, точнее техническая картина по евро-доллару остается та же самая. Цена находится в нисходящем тренде и также прогноз остается тот же самый. Мы ждем снижения до уровня 1,0950. Что касается фунт-доллара, мы, как помните, ждем снижения до уровня 1,26%. Вчера на экономических новостях цена внутри дня достаточно сильно выросла, но сейчас мы видим обратно корректировку вниз. Такой небольшой всплеск мы увидели, но долгосрочный такой прогноз все-таки остается для британского фунта немножко негативным. Также ждем снижения по этой валюте. Ну, а с вами был Александр Наконечный. Вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok